В рамках партийного проекта в новом Янзигите появилась новая детская площадка. Ее обустройство обошлось в 120 тысяч рублей. Глава Краснокамского района Рустам Мусин присутствовал на торжественном открытии 6 сентября. А следом гости и глава сельсовета возложили цветы к новому обелиску, упавшим в Великой Отечественной войне. Непременной частью рабочего визита является встреча с жителями. Глава Новоянзигитовского сельсовета Ирина Нигматова подвела итоги работы за прошедший год. Рассказала о тех изменениях, которые были особенно необходимы жителям поселения. Помимо дорог и ремонта она отметила сферу благоустройства. В населенных пунктах идет работа по ремонту уличного освещения. У нас во всех населенных пунктах вечернее и ночное время горят фонари, улицы не темные. И, конечно, мы стараемся сейчас, чтобы во всех населенных пунктах у нас стоят реле времени и фотореле, чтобы установка вовремя, как стемнело, выключалась. И выключалось именно уличное освещение. В ходе встречи активисты сельсовета задавали интересующие их вопросы. В Меняевке есть проблемы с оплатой за вывоз мусора. В Бачкита у жителей смущает отсутствие торговых точек в деревне. В свою очередь в ответном выступлении глава муниципалитета поручил решить все возникшие вопросы на местах и сделал упор на приоритетные задачи. Основная задача – это дороги и вода. Я всем везде говорю. По воде мы неплохо идем. Радик Мизафарович, да? Вот я уже вчера сидел утром и посчитал. Где-то мы 19-го, 20-й, 21-й год, еще включим вместе 22-й год, проекты там завершатся. Мы где-то 68 километров водопроводов на 184 миллиона рублей. Мы как бы одни из первых, кто столько водопроводов строит. Актуальной проблемой по-прежнему остается и состояние дорог в сельском поселении. Но часть из них находится не на балансе Краснокамского района. А значит, и вопрос с их ремонтом решится не так быстро. Александра Котикова, Сергей Мешков. Время новостей.